Мама, мы здесь, да? Можно мне пофотографировать? Спасибо! Такое важное для каждого ребёнка слово «мама» 9-летняя Оля сегодня произносит очень уверенно. Вместе с младшей сестрой несколько лет назад они стали частью большой дружной команды Галаенко. И теперь каждые выходные праздники у девчонок наполнены яркими моментами. Мы всегда там куда-то в лес, то на дачу, то в деревню, то в Свислочь. У нас очень много развлечений. Как-то всегда хотелось иметь многодетную семью. Может быть, по примеру отца у него в семье было семеро детей. У супруги, кстати, тоже у отца много детей было. Как-то так вот хотелось. Когда уже стало понятно, что своих уже как-то вроде и не предвидится, то есть это было совершенно нормальным таким решением дальше, логически. Потому что мы, в общем, ходим и в церковь, и как-то и видим часто людей, которые там помогают друг другу или детей берут как-то. То есть, ну, видимо, ещё пример такой. Своё единогласное решение супруги-биологи Инна и Денис долго не обсуждали. Заручившись поддержкой старших детей, начали готовить документы на усыновление. Тогда ещё трёх-четырёхлетних Лены и Оли. Я в десятом классе был, соответственно, лет 15 было. И как-то родители на кухню позвали меня, Игната, и мама, отец, я, Игнат, сидим на кухне. И спрашивают, как вы относитесь к тому, если мы усыновим там девчонок. Игнат вообще маленький был тогда. Ему как бы, ну, хорошо, там, что? Единственное, что я помню, это, что я говорю, вы же понимаете, когда им будет по 20 лет, вам будет по, собственно, 63-64 года. Он говорит, да, да. Старшая Оля, она творческая, у неё даётся очень хорошо лепить. Вот, у неё моторика хорошо развита. Ну, и вообще она такая щепетильная, аккуратная, всё собирает, всё на место кладёт. А младшая абсолютно другая, Лена, она такая, ну, она очень фантазийная. То есть вот они с Веней постоянно выдумывают всяких интересных персонажей, их разыгрывают. Безусловно, как и в любой многодетной семье, родители сталкиваются с разного рода проблемами. Начиная от дисциплины, заканчивая успеваемостью. Эти заботы в семье Галаенко, как правило, решает папа. Этим детям нужно гораздо больше внимания. То есть они его какое-то время были лишены. И немножко это даже принимает такую навязчивую форму. Потом, ну, есть особенности, ну, конкретно наших детей. Им тяжело концентрироваться, тяжело сосредоточиться на одной деятельности. Как следствие, вот сейчас с учёбой тоже определённые вопросы возникают. То есть надо больше внимания уделять и домашним заданиям, и обучению. А внимание, пожалуй, главный ресурс, в котором сегодня нуждается каждый. Но в больших семьях этот вопрос особый, ведь между детьми возникает конкуренция. Сложности таких глобальных не было. Конечно, немножечко вот наш Игнат, он как бы был младшим в семье, а тут пришли ещё две девчонки. И как бы младшенькая Лена, она и остаётся младшенькой, она всеми любима и опекаема. А вот пограничная с ним по возрасту ближайшая. Вот как бы немножко конкуренция есть какая-то. Ну, это нормально. Мне кажется, что родители, в особенности мама, очень много отдаёт сил семье. И то, что она тратит, возможно, даже много здоровья на то, чтобы собирать нас всех вместе воспитывать. Кому, как не маме, которая изучает генетику человека в сфере психиатрии, не знать о тонкостях взаимоотношений. Ну, и, конечно, работа с профессиональными психологами во многом помогает сглаживать острые углы. Здесь очень важна позиция взрослых. Как членов семьи, так, опять-таки, повторюсь, и воспитателей в детских садах, и педагогов в школах, и врачей на участке, которые задают вот эти вот самые нетактичные вопросы. Вообще, зачем вам понадобился этот ребёнок, когда у вас есть свои? То есть всё взрослое окружение, оно либо помогает, содействует этой адаптации, либо может мешать. А дети, они подтягиваются. Ну, как всякие дети, они, конечно, у них будет конкуренция за внимание родителей. Ну, так это в любой семье. Сегодня всё больше людей решает усыновить ребёнка, имея уже своих собственных детей. И вот, как показало исследование, где-то это около 30%. И количество этих семей растёт. Поэтому миф о том, что усыновляют только бездетно, это правда миф. Надо сказать, что мотивация для усыновления уж точно не зависит от количества кровных детей. Люди имеют много ресурса заботы, много ресурса любви. Им интересно заниматься детьми, им приносит удовольствие этот процесс. И они готовы подарить не только своим кровным детям своё тепло, но и подарить это ребёнку нуждающемуся. Вот так, развенчивая мифы, многодетные семьи становятся надёжной опорой и поддержкой для тех, кто лишён этого тепла. Усыновлённые дети обретают долгожданных маму, папу, старших братьев и сестёр. А вместе с ними и море любви, которое потом сами же и возвращают родителям. Уже по-настоящему родным людям. В главном эфире Юлия Токарь, Владимир Тихонович и Анатолий Долотовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова